Добрый вечер! Второй ночной опыт работы футбольного клуба. Я надеюсь, что наши верные зрители остаются верны нам и по ночам. Я обещал вам, что сегодняшнюю программу мы проведем, как и последующие все понедельничные программы, вместе с Савиком Шустером. Но, к сожалению, сегодня я вынужден вас отчасти разочаровать, только на одну секунду, я надеюсь. То есть Савик Шустер не смог сегодня прибыть на наш эфир. Это обязательно случится в ближайшем будущем и будет повторяться из недели в неделю. Но сегодня вы знаете, что в стране сложная политическая ситуация. Савик Шустер политический обзыватель радиостанции «Свобода». И сегодня он работал на своей постоянной работе на радио «Свобода», освещал ситуацию в России для нас же россиян. Ну, а теперь ваше разочарование завершится, потому что зато у нас в студии появился гость, в общем, весьма и весьма неожиданный. И вместе с тем я вот сейчас удивляюсь, почему у нас не бывало его раньше. У нас в студии Юрий Рост. Я даже не знаю, как вас правильнее представить, Юрий Михайлович. Да так, вы уже представили. Юрий Рост. Так, Юрий Рост. Юрий Михайлович. Я на замену вышел, как бы, да? Я думаю, что вы вышли в основном в составе. Это был тактический ход. Первый вопрос, который мне бы хотелось вам задать. Вот эта игра «Россия-Украина», она сегодня будет нашей главной темой. Скажите, она действительно наполнена таким большим смыслом, который, в общем, каждый по-своему старался ей придать. Действительно ли эта игра важна для формирования, скажем, национального самосознания? Действительно ли эта игра могла бы помочь, например, российскому народу преодолеть кризис в собственной душе? Действительно ли эта игра, определяющая в судьбе нашей команды? Ну, нет, это очень серьезно все-таки, по-моему. Но уж то, что она не сыграла ровно никакой роли для преодоления кризиса, это, может быть, настроение в этот день было бы получше. Вообще, я не склонен думать, что спортивные достижения могут заменить что-то в жизни. Они могут добавить, украсить. Но не надо придавать игре чрезвычайное значение. Она была достаточно принципиальна, это правда. И мне кажется, что сюда были перенесены старые отношения киевского «Динамо» и «Спартака», Киева и Москвы, и, наконец, Украины и России. Но все-таки надо помнить, что на поле выходят 11 с одной стороны игроков, и с другой играют в футбол. Играют. И не надо, как мне кажется, наполнять физкультуру мистическим смыслом. Вы совершенно правы, я думаю. Но все-таки это, я думаю, что ваши слова мы используем как в нашей программе, как возможность формировать все свои выводы и посылки просто вокруг игры как стержень. Потому что, конечно же, много смыслов этот матч окружало. Они все в нем присутствуют. Другое дело, что определяющим был все-таки смысл игры. Мы начнем, приступим к анализу матча. И сейчас посмотрим фрагменты первого тайма, отобранные Романом Дружчкиным. Российская сборная начала матч достаточно живо. Этому не помешал в целом разрушительный вариант стартового состава, в котором от решения оборонительной задачи были номинальные освобождены четверо. Плеймейкер Оленичев, фланговые хавы Симака Кончильскист и единственный формат Клыванов. Именно эти игроки могли более-менее свободно перемещаться в своих зонах. Именно на них была возложена вторичная созидательная функция. Симак с Оленичевым и создали первый в этой игре момент. Однако на месте армейцев штрафной должен был оказаться кто-либо из розлых оборонцев. Положительным аспектом первых минут было стремление россиян поскорее развивать атаки. Наша сборная, лишенная сыгранной средней линии, преодолевала центр за счет длинных передач. Один из таких пасов, заспанный украинским защитником, подхватил Клыванов. На месте центра форварда опять оказался Симак, но ему снова не хватило роста. От Оленичева и Симака заметно отставал Кончильски, скурировавший правую бровку. Показательный момент. И Симаку, сместившемуся на позицию диспетчера, не подключившемуся в Орламову, не удается зарядить правый фланг собственной энергией. Кончильскист куда-то пропал, а Минько, дошедший до украинской штрафной, действует инертно. У него никак не получается зацепиться за мяч. В отличие от действовавшей с переменным успехом созидательной части команды, оборонительное большинство в дебюте матча чувствовало себя уверенно. Пять защитников, вместе с сориентированным на оборону Анопко, воодушевленные своим числом, спокойно разбирались с настойчивыми украинскими наскоками. Российские оборонцы без всякой суеты подстраховывали друг друга, а переходя к атаке, не торопились с безадресным выносом. Первая треть тайма включила в себя достаточное число созидательных российских акций. Сборная «Бышевца» показала себя с привлекательного бока. Оборонительный состав, как выяснилось, был способен что-то придумать и впереди. В условиях противоборства одной команды с другой, россияне ни в чем хозяевам не уступали. Им удалась даже одна классическая контратака. Мощь в припасе достиг Колыванова. Но форвард затормозил движение, решив обыграть всю украинскую оборону. По-видимому, так наши и должны были играть в идеале. К 15-й минуте инициатива все еще не принадлежала никому. Но у нашей сборной были, по крайней мере, равные с украинцами шансы овладеть ей. И тут россияне проиграли первый в этом матче узловой момент. Хозяева не стали дождаться эволюционного разрешения спора за инициативу. Они вдруг предложили совсем другой темп. Качественный новый уровень самоотдачи. Наши не были готовы к этому. Занервничала оборона. Яновский отдал пас в чужие ноги. Врезался в них секунды позже. А Ковтун был бессилен переиграть в воздухе Шевченко. Попов, оставленный кончельским без присмотра, пробил Харину в противоход. 1-0. Гол вовсе не обязательный, но фактом своим неузнаваемо изменивший лицо этой игры. 10 минут спустя счет удвоился. И второй мяч, влетевший в ворота Харина, был абсолютно в украинском стиле. Если от команды САБа ждали голов, их, скорее всего, представляли себе именно такими. Оленичев потерял мяч у чужой штрафной. Безрезультатный подкат Ковтун открыл в щеку длиннющий коридор. И мгновенно разогнавшийся либера сборной Украины, прихватив с собой Скаченко и Шевченко, убежал в скоростную контратаку 3 в 2. 2-0 на 25-й минуте. Быстрые голы. Один из главных пунктов образовательной программы Валерия Лобановского. Но главный минус таких голов скрыт в их же собственной природе. Остается много времени, чтобы их отыграть. Российская сборная не опустила рук. Две передачи пятками в исполнении Оленичева и Колыванова. Но созидательные силы слишком не равны. И первый тайм целиком за хозяевами. Итак, ключевой вопрос первого тайма. Состав, который я сейчас процитирую с помощью нашего режиссера Вадима Григорьева. Состав, в котором действительно 5 защитников, 5 номинальных защитников. Последний защитник Чугайнов, Яновский, Ковтун, Варламов и Минько. Интересно, что двое из них играли по игроку. Остальные двое вот в этой линии закрывали зону. То есть двойная защита. По сути, до некоторой степени это дубляж. Анопка в роли волнореза. Но не менее важно, что он начинал атаки. Семак, левый полуощадник, сугубо номинально. В основном он действовал в центре. Кончисткис напротив по правой бровке. И Колыванов и Оленичев, по сути, два форварда. По большому счету. Оленичев, конечно, исполнил ее функцию, как теперь модно говорить, плеймейкера. Иногда на роль форварда выдвигался Семак. Но, тем не менее, вот такой была эта расстановка. Ее можно назвать оборонительной, можно назвать контратакующей. Что очень интересно. Обе сборные знали, что у сборной Украины нет сильного игрока справа. И поэтому ключевой будет то, как сыграет сборная России на левом фланге. В итоге мы не увидели ни у сборной Украины какой-то специальной защиты слева. Справа, вернее. Ни у сборной России какой-то специального игрока слева. Семак все-таки постоянно смещался в центр. То есть, тренера до некоторой степени перемудрили. Они оба оставили простор друг другу для того, чтобы сыграть в этот самый правый левый фланг. И точно так же с другой стороны поля. Ожидалась дуэль Кончельскиса и Касовского. Дуэль не состоялась. Касовский так и не вышел на поле. Сказали, что у него травма. Но я все-таки склонен думать, что, наверное, травм за 15 минут до игры таких существенных. Это такие редкие случаи, что, наверное, на них закладываться не стоит. И вот, опять же, этот дуэль не состоялась. По большому счету, все предматчевые расклады оказались совершенно не имеющими отношения к делу. Юрий Михайлович, скажите, а вот как вам не кажется, что вот сейчас, когда практически во всех газетах сегодня написали, что сборная России выбрала сугубо оборонительный вариант состава, это, по большому счету, отталкивается просто от количественного распределения игроков на поле, а не от конкретного значения, не от понимания задач, которые тренер ставил перед своей командой? Мне трудно сказать, но я думаю, что Бышевец, безусловно, опасался украинской команды. И психологически это можно понять, потому что сам он бывший игрок киевского «Динамо» во главе сборной Украины. Киевский «Динамо» ему надо было доказать свою тренерскую состоятельность моментально, потому что 8 дней сбора – это совершенно несерьезно. Я думаю, что вот оборонительная тактика, в принципе, она представляется более понятной и простой. То есть разрушать… Вы говорите об общих представлениях сейчас. Да, да. Разрушать легче, чем созидать. Может быть, команда не была готова для созидания, и поэтому он такое количество большое защитников вывел на поле. Кроме того, не исключено, что он рассчитывал, что киевляне или украинская команда будет атаковать быстро и много, и захочет доказать преимущество на своем поле, и оголит немножко защиту, и тогда можно будет на контратаках предпринять какие-то контрмеры. Ну, судя из-за того, что вы говорите, вы тоже видите какую-то половинчатость в этом составе, потому что для того, чтобы вот вторую цель преследовать, нужно было… Нужно было хотя бы еще одного нападающего. Да, ну вот если вы обратили внимание, вы же сами показали сейчас на экране этот состав, вы видели, там такая выстраивается вертикальная линия, там по центру 4 игрока. То есть, центральный нападающий, потом Оленичевка, плеймейкер, потом Анопкова и еще. То есть, кто-то там сзади. Чугайнов, да. То есть, это явно такая конструкция, которая должна была выдержать некий напор. То есть, может быть, предполагалось, что Шевченко будет играть по центру, ближе к центру, с Ребровым. Но в любом случае, я думаю, что это вопрос не тактики, а психологии. Бышевец не был еще готов к тому, чтобы активно атаковать украинскую команду, которая ему казалась, может быть, даже чрезмерно сильной. Вы знаете, я заметил сейчас, что из ваших слов можно сделать фактически диаметрально противоположное вывод. Команда не была готова психологически к тому, чтобы избрать атакующую модель. Потому что в том, что забронительная более простая, это, в общем-то, соблазн, это, наверное, кажущаяся простая. На самом деле, это совсем не так. Либо же можно говорить о том, что Вышевец пренебрег до некоторой степени конкретными задачами вот этот матч и просто начал создание серьезной классной команды, которая всегда строится от обороны. Чемпионы мира играют от обороны, все сильнейшие команды на чемпионате мира играли от обороны. И тогда получится, что напротив, психологически команда настолько крепкая и сильная, что она смогла позволить себе пренебречь, конечно, до некоторой степени. И пренебречь вот этим принципиальнейшим матчем. И просто считать его как первый матч отборочного турнира. Василий, Вы знаете, мне кажется, что если бы это был матч даже с чемпионами мира французами, я бы охотно разделил Вашу позицию. Но этот матч был чрезвычайно принципиален для Вышевца, для того, чтобы его рассматривать как этап подготовки. Вообще, когда-то подумал, что весь советский, а теперь российский футбол можно привести к одной формуле. Каждый нынешний чемпионат, каждый, мы рассматриваем как важный этап подготовки к следующему. То есть, собственно, этот чемпионат не имеет ценности. Я думаю, что если так он будет считать и так будет готовить команду, он никогда не выиграет. Полагаю, что он хотел выиграть. Строить команду он будет должен во всяком случае параллельно с тем, чтобы пытаться выиграть. Потому что если он не будет выигрывать, он ее не построит. То есть, решаются две задачи разом. Ну, конечно. Вообще, я не думаю, что можно привести такую сложную игру к какой-то единой задаче. Тут задач было много. Первая задача, безусловно, достойно выиграть. Сыграть. Недаром он говорил перед матчем, что даже проигрыш не надо расценивать как трагедия. Ну, проиграли. Ну, проиграли, скажем так, достойно. Может быть, мы нарисовали этого, намалевали этого черта чрезвычайно страшным украинскую команду. Может быть, она сама еще тоже не очень готова для того, чтобы выходить на поле на равных с такими грандами, как Италия, Англия. Может быть, этот собственный страх и помешал Бышевцу поставить двух нападающих, вести более активную игру. Но, с другой стороны, это ведь, по существу, первый его матч официальный. Ну, вот сейчас вы посмотрели, по сути, первый его тайм. Как вы полагаете, у нас уже не очень много времени, как вы полагаете, может ли рассматривать случившийся в первом тайме, как до некоторой степени крах того расчета, который строился, который строил Бышевец? Команда не отстояла ничью, команда не отстояла ворота. Думаю, что это, безусловно, ошибка. Нападающие, украинские нападающие показали, ну, больше предъявили аргументов, чем предполагал Бышевец. Защита не справилась. Защита не справилась. Давайте посмотрим еще один момент из первого тайма о том, как справляется защита, в общем-то, в идеале. Второй гол ворота сборной России. Посмотрите, защитник сборной Украины Ващук. Его сейчас не видно в кадре. Вот он включается в борьбу. По сути, он отбирает мяча Оленичева. Он трогает себе мяч и тут же бежит вперед. Моментальный переход от обороны к атаке. Это одновременно индивидуальное действие и коллективное. Потому что в отсутствие, не будучи вписанным в командную игру, оно теряет смысл вообще. И вот Ващук организует второй гол. Второй гол, который при определенном раскладе мог бы стать решающим в этом матче. Он организует второй гол. По сути, своим индивидуальным, вот этим командным действием он защитник сооружает гол. Вот, наверное, один этот эпизод уже должен показать, что количественное, скажем, перечень игроков обороны в команде, он на самом деле не свидетельствует об оборонительной ориентации игры. Ведь у сборной России оба мяча забили защитники. Ну, это будет во втором тайме. Посмотрим, как складывались события в нем. Начало второго тайма подтверждает заключительный тезис. Первой половины в стартовом составе россиян слишком мало игроков, тяготеющих к атаке больше, чем к обороне. Это не казалось большой проблемой при нулевом счете. Но при отставании от украинцев в два мяча, Бышевец вынужден был что-то предпринимать. Ситуация еще не была критической. Симак, Оленичев и Колыванов регулярно приближались к воротам соперника и создавали пусть несовершенные, но моменты, для голевого завершения которых требовалось увеличить численность атакующих. Показательный момент попытка дальнего удара Симака, но мяч с Сафли ничьим подхватить некому. Защитники переходят в среднюю линию, но лишь присутствуют при атаке, надеясь на удачный отскок. Забивать в такой ситуации было элементарно некому. А наличествовавший состав был способен максимум на сохранение статус-кво, что никак не могло устроить штаб российской сборной. К тому же вновь напомнил о себе Попов, который после гола на 13-й минуте ушел в тень. Як Зенит Витс проскочил между Ковтаном и Варламом и опасно пробил над перекладиной. Бышевец решился на замену, призванную поддержать гаснущие угли конструктивности. Вместо Оленичева на поле появляется мостовой. Не прошло и минуты с момента его выхода, как рокировка стала результативной. Полузащитник испанской сельцы закрепился на левом углу штрафной. Когда первая у передачи на Клывану не прошла, он предпринял вторую попытку и наткнулся на ногу Дмитрулина. Эта точка словно создана для того, чтобы мостовой подавал с нее штрафные. Варламов невидимкой прибежал к навесу, и Головкова лишь бессильно пал на траву за его спиной. 2-1. Счет становится скользким, и этот момент очень удобен для развития контр-игры. Сборная России тут же снова опасно атакует левым флангом. Он определенно мобильнее. Сюда, в любимую зону Симака и мостового, смещается даже Анопка. Его проход обязан стать образцом. Симак ворвался в разреженную зону слева от штрафной, а к его навесу обязаны были сбежаться высокорослые защитники. Однако самым проворным оказался Шавковский. Бышевец пытается сбалансировать линии, упуская Карпина вместо инертного кончельскиса. Но вполне логичная ставка на связку двух полузащитников сельты неожиданно терпит фиаско. Мостовой и Карпин последовательно уклоняются от борьбы за мяч на чужой половине. Кофтун совершает немыслимую по глупости скидку, и Харин вынужден прыгать в ноги Реброву. Примечательно, что форвард тут же вскакивает с газона, готовый к продолжению атаки. И лишь заслышав свист Мерка, Ребров падает на землю снова. Красная карточка Харину, и Бышевец вынужден выпускать Черчесова. Вопрос только в том, вместо кого. Тренер убирает активного Симака. Это обстоятельство вкупе с пропущенным пенальти заставило думать, что Бышевец признал поражение. Линия защитников по-прежнему неприкасаема. Их задача не допустить разгрома. Вполне объяснимое пораженческое настроение овладевает и атакующими игроками. Халыванов настолько привык биться с защитниками в одиночку, что даже не заметил справа от себя совершенно свободного Карпина. В действиях россиян очевидна потеря игрового тонуса, чем украинцы незамедлительно попытались воспользоваться. Шевченко выскочил к воротам Черчесова под острым углом. Иголкипер оказался не способен прерывать его прострел. К счастью наших, на передачу Кевлянина откликнуться некому. Тут же Гусин отправляет Калитвинцева проторенной дорожкой. Динамовский плеймейкер затылком оценивает выгоду подключения Реброва, но набежавший форвард гремит перекладиной над уже упавшим Черчесовым. Матч стремительно катится к финалу, и у никаких надежд у россиян, казалось бы, нет. Однако мостовод все еще в игре. Он снова получает мяч в потенциально опасной близости к штрафной Шавковского. А Ващук наступает на те же грабли, что и Дмитрий Рулин 20 минутами ранее. К навесу, подержав порыв мостового, устремляются Калыванов и Анопко, вдвое увеличив вероятность гола. Мяч пролетает сквозь Шавковского 3-2. Большего уже не успеть, но этот финальный волевой аккорд добавляет поражению оптимистические краски. Грая Валерий Кривенцов, номер 14. Я начинаю, вы смотрите футбольный клуб. Я Василь Люткин. В студии у нас Юрий Рост. Юрий Михайлович, после того, как мы с вами посмотрели первый тайм, вы солировали, и по большому счету вы на некоторой степени раскритиковали ту тактику оборонительную, хотя и со своих позиций, которую Бышевец избрал. Сейчас я хочу сказать, что, на мой взгляд, все выглядит несколько иначе. По-моему, большое количество защитников в команде было своего рода атакующим расчетом. Потому что странно было рассчитывать на то, что команда сумеет сыграть в комбинационную контратакующую игру, не обладая наигранным составом, не обладая отработанной тактикой. Команда могла рассчитывать, в первую очередь, на стандартные положения. А стандартное положение — это подключение защитников штрафную. Конечно, сейчас можно сказать, что это легко говорить, потому что это состоялось, но, тем не менее, это так. Это может быть определенным расчетом. Если посмотреть матч еще раз внимательно, мы видим, что практически при каждой подаче все российские защитники, ну, в исключении кого-то одного-двух, идут в чужую штрафную площадь. В конце концов, это и сыграло. И точно так же, вот, выбор хавбеков, который показался странным. Мне кажется, в этом мудрость Бышевца. И вот, все ждали, когда же он сделает замену? Когда же, вот, в перерыве, когда команда выходила, я смотрел матч от поля, и я спросил у одного из тренеров, будут замены? Мне сказали, да, выходят Карпина и Мостовой. Я уже знал, что они выйдут. Я жду, когда же, ну, происходит что-то страшное. Ведь у нас нет игры. И потом, в этот момент, мне показалось, что, наверное, Бышевец вряд ли глупее меня, и он не может не видеть, если это уж очевидно, этого. И я постарался просто проникнуть в его замысел. Мне показалось, что он просто-напросто ждал. Он ждал момента, когда этот выход станет по-настоящему решающим. И ведь перелом-то был внесен. Безусловно. Я думаю, что, может быть, он вовремя выпустил, наверное. То есть я не оппонент, не Бышевцу, не вам. Я просто, как бы, как бенедиктинский монарх, не знаю, от чего хвост у коровы растет книзу. Я просто констатирую факт. Может быть, мы склонны объяснять случившееся, подводить теоретическую базу. Но очевидно, что после выхода этих двух игроков команда заиграла осмысленнее, агрессивнее. И впереди она заиграла. Может быть, такой сложный план, идея поставить всех защитников и от этого выиграть. Возможно. Но для этого должны быть такие, наверное, защитники, как любимый нами с вами Роберто Карлос. Вот такие, если будут защитники, тогда да. Может быть, тогда восемь штук. Но, может быть, вы и правы. Может быть, вы и правы. Давайте еще раз посмотрим голы наших защитников. И я все-таки наставил на том, что это явление типическое. Таких подключений было очень много. Кстати говоря, вот мостовой переломех от игры. А ведь, по большому счету, он заработал эти штрафные, которые сами по себе мало что значили. И исполнил подачи. Которые, опять-таки, про них можно сказать, что они просто были хорошо исполнены. Ничего выдающегося в них ведь не было. Нет, он заработал два штрафных и сделал две голевых подачи. Кроме этого, команда ничего как бы и не забила. Следовательно, мостовой все-таки очень ценно сыграл. Так мне кажется. Конечно, ценно. Я как раз сейчас просто говорю это за тем, чтобы не гипертрофировать его роль. Ведь это было командное действие. Безусловно. Нет. Так я думаю, что к выходу мостового, если бы команда играла совсем плохо, счет мог быть и 4-0, и 3-0. И они могли не отыграться. Я вообще считаю, что в футбол, в любой командной игре, играет 11 игроков. Иногда 10. Но, к сожалению, в этой ситуации играло 10. Юрий Михайлович, я вот специально, как только решил вас пригласить, я подумал, что как здорово, что вы не задействованы в постоянных футбольных обсуждениях, будучи человеком компетентным вместе с тем. И вот почему. Ведь совершенно понятно, что ясно для меня лично, что определенную роль в этом матче сыграл судья. Я вот сказал и сразу испугался, потому что сразу сейчас можно сказать, что опять судья нас... Нет, этого не было. Судья нас вовсе не завалил. Но ведь Маркус Мерк... Вот давайте посмотрим еще раз эпизод с нарушением правил штрафной сборной России. Ведь Маркус Мерк мог не удалять с поля Дмитрия Харина. Ведь это совершенно бытовая ситуация, когда вратарь бросается в ноги нападающему, он рискует его сбить, никуда не денешься. Это естественно совершенно. Это как подкат в центре поля. Вот чуть-чуть тебе не попало, ты попал в кость. Какой же может быть фол последней надежды, если назначается еще и 11-метровый удар? Это вряд ли может быть наказано красной карточкой по логике вещей. Это пример формального подхода. При том, что я считаю, что Мерк отработал великолепно. Но здесь он пошел на поводу у формального признака. Я совершенно с вами согласен. У вратаря нет другого шанса защитить ворота, кроме как взять мяч. Если этот мяч в ногах у нападающего, то он должен идти в ноги нападающего. Если нападающий спотыкается или цепляется, ну, может быть, он заслуживает наказание. Ну, уж наверняка не двух наказаний одновременно. И выгона, красную карточку и пенальти – это чрезмерно. Что касается судей, сейчас я одно слово вам скажу. Знаете, если бы судьи судили идеально с нашей точки зрения, игра бы потеряла некий такой послевкусие. Потому что… Ничего было бы обсуждать. Да, нет. Их ошибки создают все-таки возможность дискутировать по поводу качества игры. Дает нам надежду. Ну, может быть, да. Давайте еще раз посмотрим, как Маркус Мерк определил этот момент. Что это был, вернее, за момент. Мяч выйдет далеко. Вот, кстати говоря, вот этот самый эпизод показывает, что делали совсем, конечно, не в Мерке. Потому что вот это не борьба за мяч. Вот это вот ошибка Ковтуна. Я не буду называть ее глупой или какой-то еще. Потому что мне кажется, что человеку три дня назад удалили гланды. И, в общем, вряд ли он хорошо себя чувствовал, комфортно себя чувствовал. Хотя это тоже может показаться неважным. Конечно, это, в первую очередь, наша ошибка. Безусловно. Этого ситуации могло не быть. Но вот этот момент, тем не менее, он стал решающим. Потому что так, как складывалась игра, кстати говоря, вот с этой точки даже не видно точно, что было нарушение правил по большому счету. Вот. Но это и не суть. Это не важно. Важно, что момент оказался решающим. Вы знаете, мне кажется, хотя это опять-таки, когда махает кулаками после драки, мне кажется, что вот если бы даже был счет 3-1, играли бы полные составы, шансы бы были. Вы обратили внимание, вот если бы можно было еще раз повторить этот момент, или, может быть, что сам-то нападающий не посчитал, что его снесли. Да, он скачил. Он скачил и побежал бороться за мяч. То есть это была для него почти нормальная игровая ситуация. Ну да. Но этот момент у нас еще будет в репортаже, который снят специально как бы субъективно, с субъективной позиции камеры около ворот. Поэтому мы это увидим. Просто это можно будет проследить на этом материале. Но вот сам ход игры мне показался вот до некоторой степени фатальным. Трагический сюжет, он всегда кажется более содержательным на самом деле. Скажем, драматический. Драматический сюжет, да. Действительно трагический сюжет, слишком высокопартный. Не сработал план изначально на игру. Ставили, что не пропустить, пропустили. Не сработала тактика замен по объективным причинам. Ну, остались десятером, ну что поделаешь. И дальше уже было много моментов у украинцев. Это опять-таки непоказательно в до некоторой степени. Потому что команда, которая играет десятером, проигрывает два мяча, она обязана рисковать, если она хочет отыграться. Это совершенно понятно. Это неизбежно было. Засадил ребро в перекладе, но мог забить, конечно, гол. Это никуда от этого не деться. Но вот то обстоятельство, что в такой ситуации наша команда, которая тренировалась восемь дней, до последней минуты сохраняла шансы на то, чтобы спасти игру. Я вот не знаю, как это комментировать. Потому что здесь можно сбиться как к высокопарности, так и к фикции. Нет, вы знаете, комментировать это вот как, по-моему, можно. Это вселяет некоторую надежду в совершенно безнадежные ситуации, в которой мы пребывали в последнее время с нашей футбольной сборной. Может быть, это какой-то знак. Может быть. Вы знаете, кажется, что это свет в конце туннеля, но предстоит нам встретить... Вначале. Да, предстоит встреча чемпионата мира. Поэтому есть некоторая вероятность, что это все-таки встречный поезд, который по тем же рельсам нам навстречу едет. Итак, я предлагаю сейчас восстановить атмосферу, которая существовала в матче, потому что иначе мы не сможем... Просто картина будет неполной. Мы с корреспондентом футбольного клуба Георгием Черданцевым были на этом матче. Снимали игру из-за ворот с операторами Германом Переведенцевым и Еленем Кривоносовым. Снимали перед матчем, снимали после. И вот плод этих субъективных, исключительно субъективных наблюдений мы сейчас предлагаем вашему вниманию. Утром в день матча на Крещатике тихо. На 11 часов от площади независимости намечено шествие болельщиков на молитву за победу во Владимирский собор. На площади и в самом деле людно. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что это не фанаты жовто-блакитных, а поклонники стритбола. Здесь свой праздник по сути космополитичный. Ведь рок-н-ролл и рэп никак нельзя отнести к национальным особенностям Украины. Антироссийских настроений нет. Государственная принадлежность местной милиции различима лишь на крупном плане. А окрестные магазины окрашены в откровенно российские цвета. Ну что, ребят, на матч-то подеретесь? Сейчас на все нормально, а на матче? Нет, никогда. Нет, никогда. А вот нам это не нужно. Нам это не нужно. Не надо. Нет. Рядовые болельщики двух стран лояльны по отношению друг к другу. Нужно, правда, делать скидку на то, что обстановка дружбы и любви может испариться, когда встретится многочисленная организованная группа поддержки. У отеля сборной России украинский лазутчик пытается выведуть у Владимира Салькова какие-нибудь секреты, но тренер не преклонен. Настроение оптимистическое. Киев вообще совсем не похож на заграницу. Сознание того, что здесь-то иностранец, настигает неожиданно и забавно. Что вы нас снимаете? Вы против? Нет, я против. Нет, но вы нам объясните, для чего? Да просто так. Симпатичные девчонки. А это вы с России, да? Да. С России. Нет, просто я акцент. По акценту. А откуда вы, люди? Мы с акцентом говорим, да? Да. Впрочем, на поступок к стадиону пространства для шуток не остается. Патриотические лозунги под видом рекламы близлежащие улицы оцеплены. За два часа до игры неожиданно проясняется судьба российских фанатов. В окружении державной милиции полуорганизованная толпа направляется к стадиону. Шарфы, флаги, речевки пока не востребованы. Ситуация напряженная. В это же время у отеля национальный заполняется автобус сборной России. Позже станет известно, что состав уже назван. Возможно, поэтому так мрачен Шалимов, оставшийся в запасе и так серьезен Варламов. Ему предстоит дебют в официальных матчах сборной. Веселым выглядит только Семак. Видно, у него совсем нет нервов. И только по лицу Анатолия Бышевца никаких выводов сделать нельзя. Оно совершенно непроницаемо. В 10 минут седьмого по местному времени автобус отъезжает на стадион, обнаружив в салоне еще одного оптимиста Александра Мостового. Пока все идет по плану. У стадиона тоже все, как всегда. Наши уже на секторе. Под охраной украинского ОМОНа, бдительного Беркута. Мимо пристального ока не проскочишь незамеченным. Отношение власти к нам очень нормальное, хорошее. Ничего не буду говорить. Действительно, милиция подготовилась. ОМОН, да, действительно, столкнуться не дают. Хотя мы, в принципе, вот по счастью, две трети примерно, по НАТО приехали ради этого. Потому что неприятно. Мы идем, а они нам вот это показывают. И вот москали, москали, москали. Неприятно. Почему милиция себя видит нормально, хотя с одной стороны. А с другой стороны, хохол подходит на украинцев, подходит, покупает пиво, а мы не можем. А почему? А мы что, не за что? До матча полчаса. Борота уже открыты, и украинские болельщики текут в стадионную чашу широким потоком. Люди и у раздевалок, но сюда пропускают лишь избранных. Здесь словно продолжается дружелюбная атмосфера утренних улиц. Информация о составе россиян воспринимается как сенсация. Узнав один из фамилий, с облегчением вздохнули, или наоборот, знак вопроса еще больше? Ну, что вздохнул, это точно не вздохнул. Почему? Потому что все те игроки, которые были вызваны на сбор, это все квалифицированные игроки. И я думаю, что сегодня вышли те игроки, которые готовы более лучше, которые, как считает Анатолий Федорович, наверное, готовы на 100%. Поэтому ему виднее. Значит, он их поставил, значит, они этого заслуживают. Поэтому здесь облегчения никакого не может быть. Команда боеспособная. Я думаю, что Украине будет очень тяжело сегодня. Прочие предыгровые подробности можно опустить как незначимые. Игра начинается невероятно нервно. Украинский кипер Шавковский не может поймать простой мяч. Россияне прячут напряжение за образцово-показательными подкатами. По первым минутам ощущения опасности не возникает. Но это журналистский взгляд из-за ворот. Гол возникает на 15-й минуте. Камера резко проворачивается за полетом мяча. И по оси ее итогового взгляда Попов направляет мяч в противоход нашему вратарю Харину. 0-1. Русские запасные, кажется, ошеломлены. Спокоен только Бышевец. Те, кто на поле, в первую очередь переживают провал главной задачи. Оленичев берет паузу, некому отдать. Ему под ноги бросается ващук. И вот так выглядит его феноменальный 70-метровый рывок глазами растерянных россиян. Харин опять только зритель как красивого полета мяча в собственную сетку, так и домовой завесы отчаяния, который российские фанаты, кажется, пытаются скрыть свои ворота от соперников. Контрмеры украинской милиции успокаивают наших надолго, но это уже не имеет значения. 0-2. Катастрофа. Хотя время, конечно, еще есть. Сейчас в штрафной упадет Колыванов. На пенальти не очень похоже, но по ходу матча эмоции оказываются сильнее реальности. Только Бышевец не тешит себя иллюзиями. Он ждет перерыва. Выход россиян на второй тайм опять как обманутые ожидания. Нет замен. Первый реальный шанс штрафной Колывановой опять мимо. В это время запасные уже находились за воротами. Никто не видел, как схватился за голову мастер стандартов мостовой. Как не мигающим взглядом смотрел на поле Шалимов. Кто-то, помнится, говорил, что легионерам-ветеранам безразлична судьба российской сборной. Сейчас повторить это не возьмется никто. Мостовой Карпин знает, что им вот-вот на поле. Глазами они уже в игре. Но одному Бышевцу ведомо, когда использовать свой последний козырь. Время пришло. Мостовой нетерпеливо входит в игру. Почти тут же он сперва зарабатывает, а потом и уверенно исполняет штрафной. Прямо на голову Варламову есть первый гол. Первый гол и надежда на спасение игры. Нужно еще одно усилие. Но в этот момент сводит ноги к Анчельскису. Именно его меняет брошенный на подмогу Мостовому Карпин. Кажется, что украинцы дрогнули. Никто не знает, что им остается продержаться совсем немного. Столько же, сколько остается Станиславу Черчесову до невероятного испытания, с которым его предстоит столкнуться, толком не размявшись. Очередная ошибка Ковтуна обернулась выходом 1 на 1 Реброва. Педантичный арбитр Мерк указывает на 11 метров и удаляет Харина. Российский вратарь в шоке. Он даже не спорит и при этом не теряет мужества. И убедится, что не нанес ему травму. Россия остается в десятером. Харин в последний раз оборачивается. Вдруг Мерк одумался. Напрасно. Этот немец никогда не меняет решений. Профессионал Черчесов готов выйти на поле в любое время. Но к такой ситуации вряд ли можно было подготовиться заранее. Станислав пробует на ощупь мяч, словно передавая ему заряженные частицы от своих перчаток. Удар Реброва безупречен. Черчесов знает, что он не виноват. Но ведь так близок он был к тому, чтобы взять этот пенальти. На последних минутах открыта игра. Десять россиян, ведомые мостовым, атакуют. Но и украинцы играют с таким настроением, что не обращают внимания ни на что. У них только одна цель. Победа. Сборной России удалось почти невозможно. После идеальной передачи мостового Анопка снова свел преимущество украинцев к одному мячу. Финальный свисток застал сборную России в атаке. Игроки не верили своим ушам. Они мысленно были все еще в игре, когда к ним неслись журналисты. Они не хотели проигрывать и сделали для этого все, что могли. Саш, могли при 1-2 спасти игру? При 1-2? Почему? При 0-2? При 0-2 еще были шансы, думаешь? Ну как их не было. Вы видели, мы их почти прижали. Просто грубейшие ошибки. Как и в первом тайме, так и этот третий пенальти. Это просто... Я думаю, это был решающий момент сегодня. Какой? Решающий момент. Имеется в виду не то, что удаление, а то, что я не поймал. Вы были близки к этому? Да, он хорошо ударил, сильно. Ну что делать? Понятно. Как вы думаете, вот в такой ситуации, когда был счет уже 3-1, были шансы спасти игру? Шансы всегда есть. И я думаю, что мы в десяти ром. Все-таки показали, не опустили луки и пошли вперед. Да, конечно, 3-2 это проигрыш. Ничего хорошего это не означает. Но я думаю, что все-таки... Уж больно мало у нас времени, чтобы команду сделать. Как вы думаете, в чем главный результат этой игры для сборной России? Ну, результат известен, 3-2. А после теперь что будет? После анализ. После анализ... Вот ваша первая попытка анализа. Моя первая попытка, что в командной эре, естественно, мы им уступаем. Потому что, ну... Каждый раз на сборах новые люди идет становление команды, что ли, можно сказать. И я думаю, что это нам сыграло, конечно... Ну, как вы думаете, второй гол ворота сборной Украины это показать того, что у команды есть характер? Я вам еще раз повторяю. Играя в десяти ром, мы имели, я думаю, больше шансов, чем играли в одиннадцать. Это говорит о том, что все-таки характер есть. И другое дело, что надо все-таки команду. Вы сегодня проиграли по делу? Конечно, проигрыш это проигрыш. Но бывают игры, когда у тебя шансов вообще нет, и ты выигрываешь. К сожалению, сегодня не получилось у нас. Думаю, что... Не, жалко. Саш, ну то, что бились до последней минуты в десятером, значит, команда есть у России? А кто говорил, что ее нету? Вот все-таки говорил, что ее нету. Но это уже сейчас, наверное, не важно. Нарочитал субъективную точку зрения, и вот попытка реконструкции эмоционального фона матча, она всегда сопряжена с какими-то придумками. Здесь, конечно, часть всегда бывает придумана, чтобы объединить, в общем-то, разрозе наблюдения. Но все же я бы хотел отметить, что вот обратите внимание, ведь Ихарин не спорил с судьей. Ведь Черчесов сказал, что решающий момент в матче не удаление, а то, что он не взял пенальти. Черчесов сказал, что в десятером шансов было больше, чем в одиннадцатером. И Мостовой говорит, что можно было спасать игру. Мостовой говорит не о судейском произволе, как, в общем, было бы естественно, на самом деле, из уст российского футболиста в любой ситуации, когда он проиграл. Мостовой говорит о том, что грубейшие ошибки в обороне допущены. Ну, не знаю, если это не симптом, если это не означает, что у нас в России есть сборная команда, да я уже не знаю, что это может быть таким симптомом. Ну, прежде всего, спасибо за репортаж, потому что он очень хорош. Он такой горький, не глупый. Ну, нет, не к тому, что вам считать репортаж. Нет, нет, нет. Ну, может быть, не репортаж, хорошо, пусть картина. И очень хорошее интервью. Вот даже после этого вашего репортажа, который я сейчас увидел, знаете, они мне эти ребята полюбились еще больше, потому что это нормальные люди, которые хотят что-то сделать. И это дорогого стоит. Вот такие работы, я имею в виду работы журналистов. Такие, я думаю, что игры дорогого стоят. Потому что, в общем, вот сразу после игры мне было, конечно, ужасно горько, что наша команда проиграла, но я ничего не мог поделать. Мне было как-то гордо за страну и за команду, потому что я более репортажного матча не видел в жизни. То есть, не могу сказать, что дел их очень много. Например, в прошлом году в Неаполе, когда вся Италия ждала, что их команда пойдет на чемпионат мира, волновалась. А то, что этого не может быть, неаполитанцы самые горячие болельщики в Италии. Это о чем-то говорит. Такого ажиотажа, такого дикого совершенно напряжения не было. Вот. И, на мой взгляд, все-таки важнейший вопрос в этом матче было, то есть у нас команда или нет, появился она у нас или нет. И мне кажется, что появилось. Вот в этом свете, в общем, разговоры о том, прав был Бышевиц или не прав, в тех или иных технических вопросах, они на самом деле уходят на второй план. Потому что, да, действительно, игра, анализ игры, является определяющим, как бы костяком в любом футбольном матче и в его анализе. Но вместе с тем, ценен футбольный матч не бывает только одной игрой. Да, игра – это просто повод для того, чтобы мы о ней говорили. Я даже думаю, что, может быть, вот эта игра, которую вы наблюдали в живе, она была по-настоящему игрой для футболистов. Не работой, не отбыванием номера, а это была игра. Поэтому, сегодня мы о ней и так много говорим, и я думаю, что поэтому мы будем ждать других игр нашей сборной. Я сегодня читал в интернете мнение болельщиков об этом матче и, в общем, очень часто сталкивался с тем, что буквально одно событие, поражение, даже совершенно случайное, оно может перевернуть вообще отношение людей к команде. Вот сейчас я этого не увидел. Наоборот, конечно же, очень многие критикуют Бышевца, очень многие критикуют команду, критикуют отдельных футболистов, но в целом на стороне такого нужно дать им поработать. Мы увидели команду. И вот это ощущение, это до некоторой степени единство у людей, оно не может пропасть в Туне. Я сейчас хочу, чтобы вы посмотрели еще один материал, который мы снимали в Москве, посвященный этому матчу. Уже все знают, что телеканал ТВ6 при некоторой поддержке в том числе и футбольного клуба провел таки акцию. На поклонной горе был установлен большой экран, вернее, он был установлен давно и по другому поводу, но на нем можно было посмотреть футбольный матч Украина-Россия. И аналогичный экран был установлен в спортбаре на Новом Арбате, там собралась более элитарная публика. И вот я предлагаю вам посмотреть материал об этой, в общем-то, уникальной до некоторой степени акции. Я, конечно, надеялся на успех, но я все-таки не верил, что на поклонную гору придет почти 20 тысяч человек. Огромный телекран, транслировавший на поклонной горе матч Украины-России еще за час до начала игры стал точкой притяжения организованных болельщиков. Беспрецедентная для нашей страны акция вызвала у людской массы заметный энтузиазм. И в заполненном пространстве перед монитором царило стадионное настроение. Самые активные из фанатов, преобразовав свой сектор в небольшой пригорок, поиск, произвели иллюзию бушующих трибун. Такого в России еще не было. Когда в Чехии 50 тысяч собралось во время олимпийского финала хоккейного, это было очень классно, когда показывали. И, в общем-то, я считал так, что они больше заслужили победу. Вот так же, надеюсь, мы сейчас больше заслужим победу, чем Украина. За час до игры у экрана на Новом Арбате было все иначе. Немногочисленные болельщики, ждущие начала трансляции, напоминали не воинствующих фанатов, а дезертиров или пацифистов. Ни флагов в руках, ни шарфов на шеях, ни даже российского триколора на лицах. Приток толпы к смотровой точке стал возможен только благодаря активности двух шоуменов из назло рекордом Шаца и Белоголовцева. Но, проиграв численности, смотровая точка у дома книги взяла реванш другом в технической оснащенности. Здесь, в отличие от поклонной горы, болельщики могли не только видеть саму игру, но и слышать комментарий. Слабая приспособленность экрана на поклонной горе к показу футбола определила особенное поведение болельщиков. Фанатская масса существовала практически автономно от событий на поле. К началу всем было весело, даже несмотря на усугубившийся для России счет. Идея совместного боления достигала своего апогея. Вот там вот, если посмотрите, там толпа стоит огромная, вот там стоят ребята, у них разных цветов шарфы и вообще все болеют за Россию. И никаких вообще эксцессов, все сейчас болеют за Россию. И на протяжении всего матча за сборную России болела практически вся поклонная гора. У нас уже матч начался, ага! На Новом Арбате болельщики смотрели футбол по-иному, как дома у телевизора с друзьями. Может быть, приблизиться к стадионной атмосфере мешала не только небольшая численность собравшихся, но и голос комментатора. Так или иначе, за матчем успевали следить все, даже люди, подходящие по ходу игры и не имеющие возможности разглядеть происходящее на поле. Перерыв поставил точку задори пришедших на поклонную гору, эмоционально сменил с горестным унынием. Болеть заступающую в счете сборную для многих стало неактуальным. Люди предпочли отойти от футбольных дел и просто отдохнуть. Как раз в этот момент команда Бышевца сократила разрыв счета, возбудив собравшихся остаток связанных с футболом эмоций. Но прежнего болельщинского единства уже не ощущалось. На Новом Арбате голы нашей сборной вызвали не только взрыв эмоций. Устроители массового просмотра справедливо посчитали, что нет смысла приберегать приготовленный фейерверк на конец матча, ведь повода для радости так давно могло не найтись. Бенгальские огни сияли в киноте, как символ веры в итоге выничью сборной, заражая надежды болельщиков. Надежда на поклонной горе прожила вплоть до удаления Харина. Там на это событие отреагировали сдержанной мольбой, обращенной к вышедшему на замену Черчесову. Стас, давай, Стас! Все напрасно. Россия проиграла в своем первом матче. Но это, наверное, сейчас не главное, важнее другое. Даже в условиях жесткого кризиса в стране посмотреть на свою сборную на улице вышли тысячи людей. Вот что страшно, вот что странно и что невозможно понять. Вот когда я увидел, я ведь не был в Москве, я не видел, я увидел только сейчас, что творилось на поклонной горе, потому что я прекрасно понимаю, что на экране не все было хорошо видно, но это издержки. Надо было собраться один раз, сейчас дальше все будет лучше, это не последний раз. Вот мне в какой-то момент показалось, что победа, на самом деле, это и не главное в том, что окружает игру. Победа все-таки время от времени должна быть. Нельзя все время красиво проигрывать. Это да, это конечно. Главное, это то, что проявился интерес. И что, ну, процесс пошел, как право. Вот сейчас у нас очень модная была тема, особенно перед игрой с Украиной, что вот правительство, по сути, своей поддержкой обеспечило больше всего назначения, и сейчас правительства в стране нет, и не означает ли это, ну, и так далее. Я думаю, что это не так. Я думаю, что Бышевца назначила не правительство, а общественное мнение, которое правительством было тонко уловлено. Вот сейчас вот это правительство создать не может. Это настроение людей, которым что-то нужно или чего-то не нужно. И опять-таки, Бышевец здесь фигура скорее знаковая, чем ключевая, по-моему. Дело ведь не в нем. Дело в том, что время какое-то пришло и всем этого хочется. Нет, я думаю, что в нем все-таки найдена какая-то фигура, которая устраивает и, как мы понимаем, и надежды болельщика, и правительство, которое, значит, вот, наконец, хотя бы словами, не деньгами вмешалось. Ну, и вот, в конце концов, вот мы вначале отринули с вами, Юрий Михайлович, какую-то, все остальные подтексты, кроме игрового, к этому матчу. Ну, вот сейчас, когда, в общем, картина более или менее сложена. Какой бы, какой из оттенков смысла неигрового вы бы предпочли присовокупить вот к этой общей картине? Как бы вы подытожили все это событие? Ведь уже одним футболом не обойтись одной игрой здесь. Я буду настаивать на своей позиции. возможно, это имеет какой-то другой подтекст. Но из этого подтекста ничего хорошего не может вырасти. Вырасти может только из ощущения любви, красоты, в том числе и футбольной. И причастность. Вот тебе приятно, что вот твоя команда красиво играет и выигрывает. я бы поостерегся делать какие-то переносить победы и поражения каких бы то ни было спортсменов, художников, скульпторов достижения на политическую основу и делать их символом победы и поражения народа, строя там. Ну, не политическую, жизненную. Я понимаю, что... Даже и жизненную. Знаете, ГДР жила похуже, чем ФРГ, а выигрывала в Олимпийских играх очень часто у меня. Договорились, не будем углубляться в эту историю. Давайте все-таки отдавать себе отчет, что в нашей группе сейчас лидер Армения. А Армению это мы всегда догоним. Посмотрим, как она победила Андорру. Первыми, кто создал на поле Ереванского стадиона разданную нестандартную ситуацию, оказались музыканты военного оркестра. Стартовый курьез как бы предопределил дальнейший ход матча между сборными Армении и Андорры, колевые моменты, в котором больше походили на забавные эпизоды. Приближаясь на средних скоростях к воротам соперников, армянские футболисты зачастую искали ответ на вопрос русского классика «Что делать?». За первые пять минут хозяева подали четыре угловых, однако на завершающей стадии мяч непременно улетал в молоко. Чередуя фланговые атаки с прорывами по центру, армянские футболисты из выгодных положений попадали прямо во вратаря. Защищаясь всей командой, соперники потревожили Березовского робким выпадом лишь на тридцатой минуте. А на сороковой московский железнодорожник Альберт Царкисян, пройдя по флангу, переадресовал мяч в центр, который после долгих конвульсий между ноги рукандовских защитников и вратаря отскочил к Аваляну и капитан Самарских крылышек открыл счет. Во втором тайме картина не изменилась. Хозяева промахивались из стопроцентных голевых ситуаций. Игра обострилась лишь после выхода нападающего Ясаяна ракетой, ворвавшегося в штрафную соперников после длинной передачи Варданяна и забившего второй мяч. Снизив натиск, сборная Армении позволила сопернику заиграть раскование, что на 86-й минуте воплотилась в пенальти четко реализованной капитаном Андорсов Санчесом. Тем не менее, концовка осталась за хозяевами. Игрок швейцарской Лозанны Шахгильзян вывел на ударную позицию того же Ясаяна, который на последней минуте поставил победную точку. Очень доволен и игрой, и результатом. Особенно результатом. Если в игре еще есть неполадки, я должен устранять. А результатом очень-очень доволен. Почему? Вопрос. Потому что это же первая официальная игра во главе сборной, что я возглавил команду. Поэтому я очень доволен результатом. Несмотря на то, что если так взять, сборная Андорра не так неубедительная игра. Далеко не ключевой матч на стадионе Розан, тем не менее, вызвал пристальное внимание наставников украинской сборной. День ответственной встречи в Киеве с командой России Леонид Буряк находился в Ереване, поскольку следующий матч его подопечный проводит в Андорре. Конечно, это команды, это игроки, которые играют во втором, первом дивизионе испанским. И в данный момент еще они не готовы к сезону. Но, тем не менее, они оборонялись, они защищались и выглядели весьма достойно. Дмитрий Писаренко, ОГНС Акопиан Ереван специально для футбольного клуба. Хороший звук в конце программы и глубокой ночью. Не волнуйтесь, это у нас разбилось окно. Итак, в нашей группе лидер сборной Армении. Украина идет второй. Но это все очень-очень условно. Дальше уже и пересять не будем. Все провели по одной игре. Следующие матчи десятого и нам играть с чемпионами мира французами. Я благодарю Юрия Ростова за участие в нашей программе. Большое вам спасибо за ваши выводы и ваши наблюдения. Ну, а с вами, господа, я прощаюсь до пятницы и уверен абсолютно, что в следующий понедельник мы сделаем программу еще более боевой и занимательной. Играйте в футбол, спокойной ночи и вообще всего вам хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова